Вы такого боя ждали от Дацико и Монсона? Дело в том, что я вообще не ожидал, что Дацик будет в такой ужасной форме, что он так быстро распустится и так ужасно проведет бой с Монсоном. Я считаю, что он абсолютно ничего не сделал, стал толстый, жирный, неподвижный, перестал бить, я не знаю, функционально абсолютно ужасно себя чувствует. Я не знаю, как он будет со мной драться, потому что я не Монсон, и у нас будет не по боям бой, а по боксу. Я взвинчу темп, он в первом раунде сдохнет, а потом просто будет такой, булка с маслом. Вот такой, знаешь, возьму просто голыми руками и отправлю спать. А в этом бою вообще? Не знаю, почему он это самое так распустился. Раньше он с бигфут силой, когда дрался, он был в хорошей, в отличной форме, вот подсушился, тренировался, но сейчас видно, что он кроме как живет на кухне, и больше он ничего не делает. Он сидит, жрет только, вот опять наедается. Вот вышел из режима, из графика спортивного. Короче, стал ужасным бойцом и ужасно выглядит. Куда смотрит его окружение, я не знаю. Но слава богу, что он специально, то есть не бил Монсона в вашу мощь? Специально. Удох, что ли. Там же видно было, что он вообще не работал, даже серийный не работал. Медленный стал, затянутый, зажатый. Вот. Лишний вес мешал, функционал мешал. Это сейчас потом, после боя, конечно, можно, знаешь, всякие разные оправдания выдумывать и говорить, что специально не бил, еще что-то делал специально. Но было видно, что, если честно, если бы… Ну, Монсон, я понимаю, он не готовился, он уже, кажется, на набранном багаже, вот, ну и выступает, зарабатывает какие-то деньги. Вот. А Дацик, он, наоборот, молодой в рассвете лет, в рассвете сил, он должен вообще не вылазить из спортзала, жить там, чтобы составлять конкуренцию сейчас, ну, хотя бы в бойцовском мире. Ну, я же говорю, он ужасно, мне вообще не понравилось, как этот бой прошел. Вот. А бой вы там вообще увидели, вот именно бой? Да вообще боя не было, я же говорю, ни серийной работы, ничего не было. Монсон хорошо бы перевел, я бы отдал этому бою, бы ничего. За Дациком такого преимущества особого я не видел. В принципе, он и выиграл с перевесом в одно очко. Вот 29-28, вот там судьи отдали. Ну, в общем, вы не верите… Да, это не красит, это позорит, наоборот, да, подобные бои, и бокс, и единоборство, ну, и бойцов подобных. Надо с полной ответственностью подходить к своей работе и выкладываться на 100%. Ну, в общем, вы не верите в то, что Дацик специально не во все силы дрался? Конечно, не верю. Он сдох, задышал, он не ходил, не двигался, он переступал с ноги на ногу. Как бы это было видно. Если бы он двигался, был бы подсушенный, аккуратно бы, работал бы с Монсоном, тогда да, другое дело. Было бы понятно, что он специально делает из Монсона, ну, такого дурачка, ну, такую игровую манеру бы вывел. А так видно было, что он пытался его нокаутировать, бил по пузу, вот, ну, весь зажатый, затянутый, заплывший жиром. Жировик. Так, ну, к вам-то, наверное, все-таки посерьезнее подготовиться у вас. Да времени осталось сколько? Месяц осталось, чуть больше. За месяц он не наберет такую форму. А вы в какой форме сейчас, скажите? Я в отличной форме. Набирает организм, у меня оживает. Тренируюсь по два раза в день. Сегодня пробежался. Можете, кстати, перейти ко мне в Инстаграм посмотреть мою сегодняшнюю тренировку. Я уже опубликовал вывоз. Беги, 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 беги. Беги мимо помойки, беги мимо реки. Каждый раз, когда бегу кросс, вспоминаю про бой с Тарасом, как мне пришлось бегать за ним по всему рингу. Всем советую, не забывайте про пробежку. Вдруг и вы окажетесь в такой же ситуации. Вам придется кого-то догонять. Всем хорошего дня, отличного настроения. Пока-пока. Вот так же открыл новый ютуб-канал. У меня тоже в Инстаграме, в шапке есть ссылка на него. Потому что очень много левых телеканалов, левых сайтов, которые перекопируют просто у меня информацию и выплатывают. Ну и я понял. А вы, кстати, поняли, что тогда разместили ваше заявление от 2012 года? Вы его узнали или нет? Я имею в виду про фейк, про ваше якобы завершение карьеры. Вообще, я даже первый раз это услышал. Они там просто скопировали. Просто пресса навалилась со всех сторон. Пресса навалилась со всех сторон. Ты что, правда собрался завязывать боем? Правда, это кто-то там, я не знаю, тоже какая-то левая страница. Ее, кстати, уже заблокировали. Вот взяла просто, вывесила эту информацию. Я уже сто раз говорил, что у меня аккаунты верифицированы. Инстаграм, одноклассники, ВКонтакте со специальной синей галочкой. Фейсбук у меня еще есть. Точно такой же адрес, как в Инстаграме. А вы считаете себя самым популярным бойцом в России? Ну вот именно в народе. Народным бойцом. Но есть такое мнение. Это не ко мне вопрос. Это вопрос, наверное, надо к народу задавать. Я занимаюсь и делаю свое любимое дело. Вот, выкладываюсь на сто процентов. Делюсь постоянно абсолютно всем. Во многих даже случаях, ситуациях, простые люди знают за меня намного больше, чем даже я за себя. Всегда советы дают какие-то. Но я понимаю, что я в них не нуждаюсь. Но для того, чтобы меня видеть людей, приходится как-то там выслушивать, если еще что-то делать. Как в тренировочном процессе, так и просто в жизненном. Анекдот такой у меня есть по этому поводу. Давайте. На Красной площади. Мужчина, женщина. Трахает. А, знаешь, почему нельзя трахнуть женщину на Красной площади? Почему? Советами замучивать. Так, отлично. Хорош. Так и он меня. Какой-нибудь соседний откроешь, там сразу куча советников. Сидит какой-нибудь, знаешь, с толстым пузом, с баклажкой пива. У него весь инстаграм завален, как он пьет, бухает. И он мне советы раздает. Как мне тренироваться, как мне жить. Вот, и что мне делать. А сам на последние эти бутылки пошел, сдал, купил баклажку пива и сидит, допивает ее. По поводу завершения карьеры. А вот есть еще бои, которые вас реально сильно со спортивной точки зрения мотивируют? Ну, то есть, помимо, собственно, блюздаций, который уже должен состояться? Есть. Я сейчас тренируюсь с командой RCC в Екатеринбурге. Вот. Есть. Ну, как бы смотрят на мою форму, смотрят на мое отношение к тренировочному процессу. Есть предварительная уже договоренность на выступления у них. Плюс открываются новые промоушены, тоже есть предложения. Ну, очень много, как бы. Я до сих пор востребованный боец, до сих пор востребованный человек на боецовском поприще. Ну, с RCC вы, получается, помирились, потому что я помню, у вас там были... Да мы и не сори. Просто у нас были такие небольшие разногласия по поводу моей дисциплины, по поводу моего образа жизни. Ну, сейчас вроде все хорошо, все наладилось. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Я тебе вот так скажу. А вы же закодировались, получается? Вы, по-моему, на пресс-конференции про это рассказывали. Я бросил пить. Я не закодировался. Я бросил пить, бросил хуить, бросил хулиганить. Вот. Наладил отношения с супругой своей. Скоро у нас будет свадьба. Ух ты! Класс! Ну, мы так, особо решили не это самое, не устраивать такое, знаешь, гуляние, массовую попойку. Вот. Решили скромно, тихо пойти расписаться. Вот. Я ей сказал, лучше я тебе эти деньги дам, которые на Савю потратишь. Пойдешь куда-нибудь отдохнешь, либо на себя потратишь. С Полиной вы имеете в виду, да? С Полиной, да. Да, я понял. Ну, и я вас поздравляю. Спасибо. Александр, у РССИ у них же денег-то, в принципе, немало, как считается. Так они, получается, наверное, и бой с Харитоновым вам в теории могут сделать. Слушай, давай не будем забегать далеко вперед. В принципе, это самое. Пока ничего не известно, мне не хотелось бы говорить о якобы докобы. Вот. Но все возможно. Пока.